Что посмеешь, то и пожмешь. На этой неделе совершенно неожиданно и вдруг выяснилось, что в стране под названием Россия наметился грандиозный дефицит полицейских. А что же это произошло? И почему исполнять приказы кожаных кресел больше некому? Попробуем разобраться сегодня. Это Вести Без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. С чем боролись на то и напоролись. Честно скажу, не собиралась стыкать палкой в мертвое тело ребрендинга 12-летней давности, но не могу упустить такой возможности. Поэтому простите, но я начну. На этой неделе глава департамента МВД Ирина Кальпфляйш сообщила Госдуме о наболевшем, о нехватке в строевой части полиции более 100 тысяч сотрудников. А это все те, кто по задумке МВД должны были патрулировать городские улицы. На вопрос, почему сложилась такая ситуация, Ирина без минуты молчания сообщила неконкурентно способный уровень заработной платы. И вот тут мне впервые захотелось спросить. Эй, вы там наверху, а вы прежде чем принимать хоть какие-то решения, анализируете их последствия в долгосрочной перспективе? Ну просто помнится мне, то 2011-й, когда из желания быть ближе к врагам нашим, мы решили провести ребрендинг милиции, потратив на это 2 миллиарда рублей. Потом еще более 16 миллиардов на новую полицейскую форму и вуаля, минус 18,5 миллиардов рублей на то, чтобы милиция стала полицией. Но одними только деньгами тогда не обошлось. В желании выяснить, кто ты, милиция, которая меня бережет, или полиция, но которая бережет государственный строй, по всей стране прошла так называемая аттестация, которая сократила около 180 тысяч сотрудников МВД. В итоге остались только самые преданные, правда, как позже выяснилось, и самые жадные, потому как сразу после реформы на устах СМИ нарисовались фамилии Панов, из квартиры которого изъяли 2 тонны денег, Захарченко с его 9 миллиардами, а еще Чекалин и 12 миллиардов в рублях, и Сафонов с 19 миллионами. То есть полицию-то из милиции мы достали, а вот коррупцию из полиции нет. Итого, теперь у нас минус 100 тысяч личного состава. Убогие по качеству ремонта полицейские участки, низкие зарплаты и рост преступности. И за все это низкий поклон подменному президенту. Ведь вместо того, чтобы популяризировать работу во внутренних органах, делать условия труда более привлекательными, он играл фантики и давал возможность рождения мемом про пластиковые стаканчики. Теперь полиция у российского обывателя ассоциируется исключительно с борьбой с плакатами, со старушками, а еще со студентами. И все это за относительно небольшие деньги. Так что финал вполне предсказуем. Молодежь не хочет туда, где надо гонять себе подобных палками. А условные пенсионеры бегут оттуда, где хорошо живут только кожаные кресла. Кстати, в одном только июле текущего года, по сообщениям Колокольцева, из ведомства уволилось около 5000 сотрудников. И это не предел, потому как здравый смысл уже давно подсказывает, там, где начинается полиция, заканчивается порядок. А между тем, на этой неделе Росстат заявил, что через 7 лет Россия может лишиться сразу 3 миллионов человек. Ну, типа пожилые не смогут жить вечно, а вновь рождающиеся прекращают свое появление на свет. Прибавьте к этому результаты спецоперации, и вы поймете, демографический провал 2012-го возвращается. Не спасает ситуацию ни материнский капитал, ни выплаты военным. Поэтому остается что? А правильно, увеличить миграционный прирост населения. Об этом говорит РБК ссылкой на некоего Игоря Ефремова, научного сотрудника Института экономической политики имени Гайдара. Вот только что иностранные граждане, которых справедливо Рос Миронов предлагает не допускать до профессии врачей, учителей, строителей и таксистов, будут делать в России, остается загадкой. А нет, есть еще один способ уравновесить демографию за счет новых, вошедших в состав России территорий. Там, если верить федеральным каналам, к сентябрю текущего года как раз было выдано почти 3 миллиона российских паспортов. И с такой динамикой к началу следующего года новых россиян может стать уже 3 миллиона 227 тысяч человек. Так что расстраиваться Росстату точно не придется. Единственное, кто здесь может оказаться не в выигрыше, так это пенсионный фонд. Но и от него ждать чего-то хорошего не стоит. Это сегодня он является посредником выдачи пенсии, а уже завтра может переквалифицироваться и выкатить новые условия своей работы, где каждый, доживший до пенсии, должен будет сначала за это заплатить штраф. Кстати, о штрафах. На этой неделе депутаты из Татарстана разработали и предложили к рассмотрению новый законопроект, согласно которому граждане, уехавшие из страны и дискредитирующие российскую армию из-за рубежа, могут быть привлечены к административной ответственности. Сейчас, как утверждают авторы проекта, КОАП не позволяет таких граждан даже пожурить, не говоря уже об уголовном наказании. А я напомню, оно наступает в случае повторной дискредитации ВСРФ, но административная ответственность к релакантам неприменима, а, соответственно, не может быть прикручена и повторная. Ну и чтобы типа снять эту несправедливость, депутаты Татарстана решили внести в кодекс об административных правонарушениях соответствующие поправки. Если 19 октября они будут приняты, то всех, кого так не любил Володин, будут ждать заочные штрафы. Кстати, сам Володин на том же заседании предложил релакантам и вовсе обходить Россию стороной, иначе их ждет Магадан. Правда, позже вспомнив славу Симонян, которая предложила уничтожить Сибирь атомной бомбой, Володин передумал насчет Магадана и предложил рассмотреть другие места дислокации. Если сейчас вот они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявление против страны и еще финансировали вооруженные силы Украины, то, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправить. Но это не Магадан, потому что Магадан, территория развития, это, скорее всего, как бы предложил Михаил Михайлович Калитонов, должны быть рудники. Вот только знаете, что во всем этом самое странное? Это то, что если человек имеет собственное мнение или с чем-то не согласен, то он должен и штраф заплатить, и на рудниках свой грех вымолить. А вот если такой же человек в буквальном смысле слова ограбил бюджет на 100 миллиардов рублей, то ему спокойно дадут и из страны выехать, и по Европе беспрепятственно передвигаться, и рудниками запугивать не станут. Да, я о Чубайсе. На этой неделе, после начавшегося в Израиле конфликта, дядя Толя спокойно вылетел в Эмираты, где провел чудесные два дня в отеле Ritz. Море, солнце, шикарный номер с видом на закат, и никаких володиных или татарских депутатов со своими инициативами. Живи не хочу, вот только за Эмираты сейчас стало немножечко тревожно, ну потому что Чубайс он такой, куда не приедет, везде начинается какая-то ж**а. Пока жил в России, выкопал соотечественникам огромную финансовую дыру. У нас очень много денег. Переехал в Израиль, началась война. Что теперь грозит Эмиратам, страшно даже представить, но хочется верить, что справедливость все-таки восторжествует. На этой неделе коммунист Алексей Куриный в своем телеграм-канале сообщил общественности, что инициировал проверку результатов финансовой деятельности госкорпорации Роснано. Ну и типа, если бюджетная дыра в 100 миллиардов рублей подтвердится, то без правоохранительных органов тут не обойтись. Это все, конечно, здорово, но почему так поздно? Ведь о качестве работы компании мы узнали далеко не 3 октября, когда Роснано заговорил о риске банкротства. Обо всем об этом говорил еще президент, когда упоминал причины отъезда из страны главы госкорпорации. А еще недовольной работой Роснано была счетная палата, утверждающая, что проекты компании убыточны и не стоят новых финансовых вливаний. Но, видимо, кому-то было выгодно, что на все на это закрывается всевидящее око. А потому Чубайс живет за границей, причем живет неплохо. А мы с вами по старой схеме, либо налогами, либо смсками, будем закрывать дыру в бюджете. Хотя на все эти бессмысленные потуги я бы посмотрела, но уже в будущем. В том, которое наступило, как утверждают в Томске, в г***ю. Вот как-то так, друзья. Ну, а я напоминаю, что второй выпуск новостей теперь вы сможете посмотреть исключительно на Бусти. Это вынужденная для нас мера, но чтобы хоть как-то вас порадовать, первый месяц подписки на Бусти будет для вас абсолютно бесплатным. Так что присоединяйтесь к своим и будьте в курсе. Ну, а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.